Доброе утро, мои дорогие! Как говорит мой внук Саша, доброе утро, девочки! Ну что, я проснулась, время 8 часов, проснулась еще 8 минут. Что-то вообще за ночь не отдохнула. Я вчера хоть так устала, я же еще 3 видео вчера сделала. Во втором часу я только улеглась. Я бы еще, конечно, часика бы и 3 поспала бы. Но слишком мало я тут времени буду, чтобы мне валяться тут, отдыхать. Надо сейчас вставать, идти на завтрак. А потом мне надо созвониться и поехать в гости к Ирине в Сочи. Я-то в Адлере нахожусь. Так, мне надо в Сочи съездить. Так, что разлеживаться никогда. Надо вставать, включать новый день. Ой, я в номере хорошо, тепло. Это я сейчас одеялом прикрылась. А так я и спала без одеяла всю ночь. Ой! Доброе утро, мои дорогие! Вот я вышла на улицу. Вот там вот купол Олимпийского парка. Вот это Сириус. Вот тут вот, вон какая красота. Иду на завтрак. Ну не прелесть ли, а? Ой, ой, какой. Ой, что это такое? Вот видите, где я живу? Прям тут вот Олимпийский парк. Вон там аттракционы. Да, сегодня погодка совсем другая. Ветер холодноватый. Вот вам и пальмы. Музыка. Музыка, музыка, музыка. А вот, собственно говоря, отель. Вот туда сейчас я пойду завтракать. Музыка прям совсем мне абсолютно не нужна. Вот так вот я завтракать буду. Я что-то еще есть-то не хочу с утра. Ну надо. Раз завтрак положим, надо есть. Парень, не скажешь, далеко до моря тут. Даже магазинчики какие-то работают. А я решила пойти до моря дойти. Ну что ж, быть в Адлере и на море не побывать. Правда? Надо будет вот сюда потом зайти на обратной дороге. Дождик моросит. А у меня зонта нет. Хо-хо-хо. Вот такие проходы между отелями. Вышло. Море, видимо, там. Пойдем туда. Прям работают, да. Магазинчики, велосипеды. Какие-то закрыты. А какие-то открыты. Зеленое все. Он еще с олимпийской символикой продает. Да. Да. Вот и море. Слушайте, точно прям, ну, пять минут, наверное. Дождик идет. Так что... Промокнуть-то мне тоже нельзя. Мне же еще ехать. К Ирине. Так, ну вот, конечно. К морю хрен спустишься. Ой, богу. Ну, где-то там есть проход. Вот. Вот. Вон там где-то. Вон там лестница. Вот она, Галька. Вон там Крым. В той стороне. Ну, жалко, дождик-то пошел. Жалко. Хочется к камушкам спуститься. Ну, я хочу сказать, даже и не погода все равно. Зеленое все. Здорово. Вот такая вот набережная. Ну, что, очень приличная я хочу. Как бы там Варламов Илья не ругал, очень приличная прям набережная. Ну, только вот эта мне не нравится. Вот этот забор. У нас так любят заборы. Можно было что-то другое придумать. Понятно, потому что тут перепад. Они взяли забор, облепили. Так, ну, я чувствую, что я сейчас промокну все. Ну, как к камушкам-то не спуститься. Чаек сколько. И камушек надо взять домой. Хоть у меня их уже... О, этих каменьев откуда только нет. Ну, и отсюда есть мы с Сашей брали в октябре. Но то в октябре, а то сейчас. Только надо найти запоминающийся рисунок. Ну, и, конечно, не килограмм весом. Они какие мокрые-то, красивые. А вот где при этом и были, они тусклые. Вот очень много вот таких вот полосатых. С полосками. Вот, видите? Такие. Вот такие. Че, ребята? Почему-то они вот именно вот тут, на этом куске. Может, их тут прикармливают? Да ладно, ругаться-то. Красивые камушки-то. Красивые. Это я прилетела. И погода испортилась. Вчера-то какая прям красота была. Ничего не предвещало. Ну, ладно, мои хорошие. Море я вам показала. Отсчиталась, так сказать. Просто дождик идет, и я промок. Но мне же больше переодеться-то не во что. Вот как оно. Слушайте, совсем другой звук у волн. Не такой, как в Крыму. Ну, потому что там волны об песок. Сейчас я подойду поближе. А тут об камне. Такой звук прям. Ой, господи. Вот даже звук моря и то отличается. Выстроились. Хорошо, конечно, но... Слушайте, прям руки замерзают. А я уже такая деловая. Перчатки теплые убрала. Надо доставать из рюкзака. Так, ладно. Мои хорошие, пошла я назад. Ребята, идет дождь с градом. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие туристы. Поделись в дождевики. Смотрите, видно вам? Прямо такие колючие штучки. Ну вот. Пока я ходила, и магазинчики все подкрывались. Нашла я там украшение. Написано «Мурамское стекло». Но как-то сомнения у меня по этому поводу. Ну что, я вся промокла. Зашла в магазинчик, где украшение из мурамского стекла. Говорю, маркировка есть? А какую вам маркировку? Я говорю, ну что это стекло? Мурана. Это Мурана делают у нас. По их технологии надо поддерживать нашего производителя. Ну, в общем, короче говоря, Мурана только нашего производства. Оно видно, что это не Мурана. Господи. Сувениры. Рядом тут с отелем. Красиво. Вот видите, как правильно сделано? Не на дорогу течет, а в слив. Везде бы так делали. И не было бы вот этой наледи на дорогах. Не пойми чего. Ой, в сундучке растут цветочки. Так, пошла я мои золотые сушиться. Я уже и замерзла. А мне никак сейчас нельзя замерзать. Только-только выздоравливать стала. Пошла. Так, купила вот такого замечательного слона. Для своих украшений. Прелесть. Он такой неплоский. Вот эти вот рисуночек фиолетовый. Весь блестит. Хорошенький. И вот такого вот слона. Ну, люблю я слоников. Вот что сделаешь. Не знаю, надо подумать. Там еще совы есть. Ну, уж очень пестрые. Надо поискать не таких пестрых. И купила ложку. Роза Хутор. Это Ирина Сергеевна. Это второй бабушки моих внуков. У которой Макарик сейчас живет. Вот такая у меня прогулка получилась. Видите? Вот тут теплый пол. Ну, души. И у меня все сохнет. Сумка мокрая сохнет. Куртка мокрая сохнет. И я вся промокшая. Прям замерзла. Девчонки, а цветы я нашла все-таки цветущие. Но там была музыка. А мне музыку же нельзя. Меня сразу авторские права накроют. Вот. Я сделала фотографии. Так что вам сейчас покажу. Есть и цветущие растения, да. Да. Я сейчас покажу гранат какой сделан. Он здоровый. Он, наверное, метр высотой цементный. Ох, надо мне тоже дом такой сделать. Лапуськи, я пока с вами прощаюсь. Потому что длинные видео плохо смотрят. Вот. Я лучше вам коротеньких наснимаю. Снимать буду все подряд. Мне потому что самой очень приятно на все это смотреть. Вот только прошел бы дождик. Чтобы можно было гулять, идти, в гости ехать. Пока льет. Вот. Так что, мои дорогие, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok